Продолжение следует... А потому необходимо с нуля составлять карту и опись всех захоронений. Объект может стать таким объектом и туристического некропольного туризма, и местом памяти наших предков. Возможно, кто-то еще здесь, жители Биробиджана, может быть, других районов, регионов даже страны, имеет своих родственников. При том, что эта территория уже давно не используется и заросла лесом и кустарником, все еще можно обнаружить ухоженные могилы. А значит, люди помнят, место востребовано у жителей области. Наша задача – реально поднять, привести в порядок. Удивительно, здесь выросли дубы. Практически сакральное место получилось благодаря этой дубовой роще. Я бы здесь предложила почистить этот парк, привести его в порядок. Не трогать, может быть, могилы даже, а просто их немножечко подправить, подровнять, но сделать так, чтобы сюда было приятно приходить. Самые ранние погребения, обнаруженные на этом кладбище, относятся к 40-м годам. Возможно, есть и еще более ранние захоронения. На нем погребены первые переселенцы и первопроходцы, создававшие еврейскую автономную область. В 2012 году Отр, бывший военный, с молодой женой приехал сюда, построил. Здесь, на селении Тихонько, велось строительство станции Амурской железной дороги. Она проходила через того трансиба, по которому мы сегодня едем. И вот они жили здесь. И вот мы нашли могилу как раз жены вот этого Отра, то есть первого старосты этого рабочего поселка. В 2014 году он получил от губернатора статус старосты. Для реализации задуманного понадобится помощь и жителей области, активистов и волонтеров, тех, кому не безразлично. История родного края, история своей семьи, память о предках. Андрей Кирюшин, Богдан Патрин, Новости 21. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова